МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Катюш, хотела тебя спросить, веришь ли ты в разные поговорки? Ну, смотря в какие. Ну, вот есть, например, хороший такой стишок-поговорка, да? Там от работы кони, как бы, да, могут скончаться. А вот я бессмертный пони. Помнишь такое? Помню. А ты к чему? Я к тому, что, например, многие уверены в том, что лошади спят стоя. А что, это не так? Представляешь, оказывается, нет. Наша рубрика «Мифы города Ярославля» развеет сейчас этот очередной неправильный момент. Угу. В каком положении спит лошадь? Стоя. Ну, они как спят-то? Не лёжа, а стоя. Стоя. В каком положении спит лошадь? Стоя. 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 Но вопреки общеизвестному мнению, что лошади спят стоя, это не так. Лошади на самом деле спят лёжа, особенно тогда, когда чувствуют себя в безопасности. И в дикой природе лошадь не может позволить себе такого. Там постоянно хищники, и она может быть съедена просто в любой момент. Поэтому в дикой природе ложатся и спят лёжи только жерёбы и кобылы и маленькие жеребята. А здесь, в условиях, когда лошадь всегда под защитой человека, они спят, видят сны. Во сне лошади могут даже храпеть, двигать ногами, в принципе, как и собаки. А стоя дремать, им позволяет особое строение задних скакательных суставов, замыкающее. То есть, если человек засыпает и расслабляются все мышцы, то, не дай бог, усни он стоя, он просто упадёт. Лошади помогают в замыкающее строение заднего скакательного сустава, и она остаётся в стоячем положении. То есть, лошади могут дремать и даже видеть сны и стоя. Но сейчас это редкость, потому что все лошади живут вместе с людьми. Редактор субтитров А.Семкин